И вновь о цифре, точнее цифрах. Таким выдался недельный тренд программы. История, говорят, движется по спирали или по кругу. Помнится, ровно год тому назад мы с вами говорили именно о том, о чем сейчас пойдет речь. Об очередном повышении стоимости проезда в общественном транспорте в Казани. И вот круг замкнулся. Казанские перевозчики, не дожидаясь даже конца года, снова требуют повышения. Я далек от того, чтобы подозревать их в каких-то сверхаппетитах. То, что тариф на проезд это в первую очередь политический компромисс, это секрет Полишинеля. То, что он не отражает и не может отражать реальные затраты перевозчиков, так же ясно. Дилемма для властей проста и сложна одновременно. Либо переложить затраты перевозчиков на людей, либо на бюджет города. И поскольку нельзя долго держать львов в клетке и выпустить их все же придется, всем ясно, что снова будет компромисс. Плата повысится, но не сильно. Сегодня мы даже не станем гадать, сколько там будет. 30 рублей, 32, 33 или больше. Сегодня мы хотим поговорить вот о чем. Все познается в сравнении. На днях интернет-издание «Реальное время» опубликовало исследование, в котором наши коллеги сравнили стоимость разовых билетов и проездных в общественном транспорте крупных российских городов. Вот посмотрите. Мы видим, что среди крупных городов страны Вышеказанской стоимость проезда только в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Но при этом, посмотрите, стоимость проездного билета на месяц на все виды транспорта в Казани самая высокая. Проездной у нас в 93 раза дороже разового билета. А в Чебоксарах стоимость одного билета 25 рублей, стоимость проездного на месяц 900 рублей. Хорошо, в Нижнем Новгороде стоимость проезда на 1 рубль выше, но стоимость проездного на 200 рублей меньше, чем в Казани. Какой вывод? А он на поверхности. И речь пойдет сегодня именно об этом. К сожалению, на этот момент времени, к выходу нашей программы, решительно никто из заинтересованных сторон не готов комментировать ситуацию. Перевозчики ждут решения, которые им должны дать на следующей неделе. Власти города также хранят молчание. А возможно, пока не хотят оглашать уже принятые решения, поскольку деньги, как говорят, любят тишину. Между тем, через несколько месяцев новость об очередном повышении стоимости проезда уже перестанет быть новостью. И что останется? А останется, я полагаю, система. Сама система этого ценообразования, которая, я уверен, изменится еще совсем не скоро. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.